Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 1 марта и только что я вот рядом с этими томатами рассказывала вам, как поливать, что для маленьких меньше, для больших больше. И вот эти томаты я называла слоны, друзья мои. И может быть многие подумали, что это вот как раз те самые высокорослые, индотерминатные, которые я для теплицы выращиваю, чтобы пораньше, но нет. Вы знаете, у меня опять, ну не везет мне с магазинными семенами. Я говорила в этом году, что решила для получения раннего урожая купила магазинные семена бетта, вырастить скороспелку. И вот эта бетта, которая должна быть штамбовым, детерминатным, штамбовым, низкорослым томатом, получилась у меня вот такая, выше всех индентов, выше всех индетерминатных. Сейчас я вам расскажу, какой она должна быть, покажу в интернете, так как я ее еще ни разу не выращивала. И поговорим, может ли все-таки это быть тот томат, который я купила в магазине, который описан на пачке и в интернете. Я пачку вам не стала показывать, тут написано то же самое описание в интернете, только тут подробнее. Почему я его выбрала? Выбрала специально из-за того, что он компактный, низкорослый, штамбовый для получения раннего урожая. Вот написано описание томата бетта. Детерминатный, штамбовый, кустарник раннего срока плодоношения, неприхотлив в уходе, высоту помидор растет до 50 см, компактный, нераскидистый, занимает мало посадочного места. Вот поэтому я его решила в самой первой партии высадить в теплицу, чтобы получить ранний урожай. Возможность выращивать на балконе делает сорт доступным для городских жителей. Вот такой вот томатик, но обычный, без всяких претензий, но он указан как салатный. Я подумала, у него столько много достоинств. Он и маленький, и компактный, штамбовый, и салатный. Но тут написано, что пасынков дает мало, 35 см в диаметре, формируется в 4 ствола, 3 из которых боковые побеги, а один, вот основной, все. Облицвленность средняя, то есть он не густой, листья небольшого размера, вытянутой формы, с редкой опушкой. Но это все не важно. Меня подкупило то, что он невысокий, что он штамбовый, и что у него срок маленький совсем, 85 дней. Именно его я хотела для получения суперраннего урожая, вместе с остальными, с такими. Сейчас мы посмотрим, что я получила в итоге, какую рассаду. И у меня все-таки подозрение, что это получится. У меня такой же подкидыш, как в прошлом году я из Черного принца. Ну вот, что не везет, как, если уж не везет, так не везет. Не могу ни разу вырастить с первого раза с магазинных семян то, что мне нужно. Вот сейчас бетту мы посмотрим. О том, что бетта у меня фальшивая, как всегда, вот пересорт, я заподозрила сразу, потому что, сейчас сравню, дам сравнение. Ее другие штамбовые, друзья, которые по описанию, вот точно такие же, вот, пожалуйста, челнок, тоже 50 сантиметров, штамбовый, такой же вес плода, только он вытянутый формой, а это круглый. Ну вот посмотрите, видна, очевидна, разница уже, им даже нет месяца, ну как раз ровно месяц. И видно, что штамбовый у нас, он низким вырастает, а эта вот вымахала такая. Она, кстати, похожа на ботяню. Вот у меня ботяня сейчас такого же размера. А, вот он, кстати, сейчас покажу вам. Вот видите, вот она растет ботяня, вот она растет ботяня, и вот она растет бетта. Так бетта ботяню даже перегнала. Но весь ужас в том, что я же ее насадила, насеяла много для получения раннего урожая, как компактный, как штамбовый, детерминатный сорт. Что из нее вырастет, куда ее теперь девать, и стоит ли ее вообще выращивать, что это за деревья за такие. Может быть, это вообще какие-то высокоруслые двухметровые черри, которые, конечно, я ее не буду теперь высаживать в теплицу для получения раннего урожая, потому что это неизвестный томат. Высажу две. Хотя по всем показателям она... Рассада-то неплохая. Видите, у нее уже хорошо развивается корневая система. Вот завтра полью, они у меня сегодня уже просушенные. Она с успехом всех других перегнала. Видите, какой... Несмотря на то, что немножко подвытянулась она, она, вероятно, высокорослая. Видите, какой у нее толстый стволик хороший. У нее хорошо нарастают зеленые листья. Все у нее, если бы на ней было написано, что это высокорослый, например, какой-то индотерминатный сорт, то это соответствовало бы вот как раз вот такому внешнему виду. Видите, какие у нее корешки хорошие. Видно, что растение сильное, здоровое, хорошее, но это явно не бета, это явно не штамбовый. Ну вот, опять в этом году не повезло. Очередной какой-то подкидыш. Все, до свидания. Кстати, покупала эти семена я на официальном сайте, выписывала. Вот когда я говорила, что на 2 с лишним тысячи кучу семян-то я выписала. Вот и бета среди них. Вот она, томат бета, 14 рублей. Была цветная пачка, все мне укомплектовали, прислали, получила подкидыши. Спасибо.